Привет, мои хорошие! Я в Киеве, в Украине, приехала на выходные и хочу снять для вас видео, показать, как живут люди в Киеве. Мы сейчас находимся на левом берегу, на станции, которая называется Флавучич. И тут есть новые дома, тут рядом есть частный сектор. Мы здесь никогда не были, выбрали тоже примерно случайно, просто чтобы захватить какую-то территорию. И сейчас вам покажем, как живут тут киевляне. Некоторые говорят, в том числе киевляне, что левый берег это не Киев. Но, знаете, это, по-моему, какой-то бред, потому что это очень рядом с центром. Тут живет пол Киева, наверное, поэтому мы сделаем два видео. Одно видео сделаем из этого района, который находится на левом берегу, а другое видео будет из правого берега. И заодно у нас всех, у меня в том числе, потому что я не была ни там, ни там особенно, будет возможность сравнить и посмотреть, как же, как на самом деле, есть ли какая-то разница. Может быть, тут хуже, а там лучше или наоборот. Ну и, конечно, буду сравнивать все с Краковом, потому что это город, в котором я живу. Из него у меня уже есть десяток роликов, вы их наверняка все видели. Если не видели, посмотрите. И я буду сравнивать жизнь в Кракове, как там устроены дома, дворы и, в общем, вся эта инфраструктура с Киевом. Ну, думаю, это будет полезно нам всем. Как я уже сказала, это станция метро Славутич. Мы вот с нее вышли. И, во-первых, мы здесь не нашли лавочку, чтобы нам установить всю нашу аппаратуру на камеру. Пришлось это делать там на столбике цементном. Тут вот высокие ЖК. Мы сейчас пойдем вглубь и мы устанавливали все, что нам нужно. Единственное такое по возвышенной поверхности, это вот этот столбик. Там вверху трасса большая. Вот тут мы стояли и как-то не поняли, тут почему-то нет мусора нигде рядом. И из-за этого очень много мусора, бутылок и вот как бы такой вид получается из окон этого ЖК. Ну, я надеюсь, что там внутри как-то будет получше. Может быть, это просто какое-то исключение, такая необлагороженная территория. Максим удивился приятно коре. Мы любим кору. Это всегда выглядит симпатично. Правда, травка так странно. Почему она здесь растет? Ну, ладно. Поднимаемся во двор этого ЖК. Здесь есть подземный паркинг, но вот машины стоят и во дворе. Тут какие-то дома еще строятся. Вот, например, слева тут, если есть заселенные квартиры, то их как бы маловато. И вот тут еще очень много всего отстройки. А тут смотрите, какой симпатичный дворик. Кстати, вся территория открытая, нет ни ворот, ничего, ни кодового замка. Мы просто зашли и гуляем. Посмотрите, как красиво. Там вот детская площадка есть, деревья такие красивые и очень высокие дома. Это, конечно, очень непривычно видеть такие масштабы. Еще сразу бросается в глаза это то, что здесь территория. Вот очень много ступенек, каких-то подъемов. То есть она, ну, плохо приспособлена для людей с инвалидностью, для людей с колясками, детьми или просто с проблемами какими-то со здоровьем. Это бросается в глаза. Я вот уже запыхалась, пока с вами гуляю. Из-за того, что в Киеве проблемы с парковкой, люди хотят запарковаться там, где этого делать нельзя. Просто посмотрите, какое количество этих вот круглых столбиков. Максим просто мне показывает, когда я иду, чтобы я об них не споткнулась и не упала. Потому что я там смотрю вверх с камеры. Их, посмотрите, в два ряда. И слева, и справа. Это что-то удивительное, конечно. Ой, ну смотрите, какой хороший ЖК. Тут шумно, от трассы шум слышен. Это недостаток. Но вид из окна, у них же там вот на дне, получается, с той стороны. Но мы сейчас туда подойдем, пройдем. А с обратной стороны, конечно, на трассу, это вот там, наверное, не очень прикольно. Но гляньте, и детская площадка какая большая. И тоже резиновое покрытие, как в Кракове везде делают, мягкое, чтобы деткам было удобно. Они тут не падали, в смысле, не разбивали коленки и головы. И вот какие-то спортивные снаряжения. Прикольно, мне здесь нравится. Хотя, если посмотреть на высотность этих домов и представить, сколько тысяч людей здесь может жить, то этой территории, ну, очень мало. Очень, конечно, она маленькая для такого количества жителей. Но лучше, чем ничего. Я ожидала увидеть что-то худшее. А мне, в принципе, нравится. Мы подошли к обрыву этого ЖК. Тут просто частный сектор. Мы сейчас попробуем туда спуститься и прогуляться там, посмотреть, что там. Кстати, вот интересно, они огромный-огромный фундамент сделали. Вот он. И пока, не знаю, всегда так будет или нет, он выглядит очень, конечно, ужасно. Это цемент ничем не... Нет штукатуренный, не заделанный, а у людей вот окна выходят на этот прям цемент. Ну, как-то не очень прикольно. Не представляю, как эти люди жили, когда это вообще все строилось, но теперь у них окна, получается, выходят и вид из сада на всю эту бетонную конструкцию. Ну, такое. Как думаете, сколько может стоить квартира в таком ЖК? Есть у вас, может, какие-то предположения, сколько может стоить квадратный метр? Даю вам один, два, три, надо подумать. Ну, короче, что томить-то? Цены вполне себе краковские. Цена квадратного метра здесь варьируется, мы посмотрели на сайте, примерно от двух с половиной до трех с половиной тысяч долларов, но я так понимаю, что это уже квартира с ремонтом, и это типа вторичный рынок. Ну, наверное, кто-то выкупает у застройщика, ремонтирует и потом продает заново, не знаю, что-то типа того. Конечно, цена будет зависеть от того, какой это этаж, цена будет зависеть от того, какой у вас вид. Но одно дело, вид на трассу и на станцию метро, там, где бутылки валяются, а другое дело на реку и на частный сектор, но тоже вроде звучит не симпатично, там вот стройка. Ну, не знаю, наверное, какой-то из видов, например, на реку считается более клевым, чем вид на трассу, и там, наверное, квартира стоит дороже, но порядок цен такой, и квартира поэтому может стоить средняя двухкомнатная, примерно там 150 тысяч долларов. Ну, как бы, говорят, украинцы бедные, но что-то цены такие же, как в Кракове. Но этот ЖК считается вот на сайте Лун, на котором мы смотрели цены, комфорт, комфорт-класс, видимо, это что-то выше среднего. Ну, оно и видно. Хотя в том же Кракове так выглядят только этажи и пять, все, в принципе, новостройки и дворы, все выглядят так или даже лучше. Слушайте, идем обсуждаем, что ЖК, в принципе, неплохой, хуже, наверное, чем краковские многие, но, в принципе, неплохой, нам так кажется. Но мы не поняли прикола с парковкой, почему, например, машины стоят здесь, если есть подземный паркинг, почему они вот уже стоят тут. Наверное, это не очень разрешено, и мы как-то это обсудили, идем дальше, и не поняли тоже прикола. Дом еще вот конкретно этот, по-моему, еще даже не сдался. Смотрите, тут уже нет плитки, это странно. Тут уже просто развалено. Ну, я гуляю по районам, гуляю по новым домам, у меня есть какая-то маломальская насмотренность, и такое я видеть не привыкла. И тоже вот там тоже плитка разваленная, и что-то я видела еще. А вот штукатурка наверху тоже выглядит странно, то есть, возможно, они это... А, это просто краской наляпали. Ну, и что, нельзя было нормально, что ли, сделать? Ну, типа, почему так вот так красили или как? Ну, это немного странно, при том, что ЖК-то элитный, комфорт-класс, можно было бы как-то и постараться. Украина, Киев, это, конечно, страна и город контрастов. Тут у нас ЖК, большой, дорогой, элитный, дорогие машины. А здесь, друзья, частный сектор, и гуляют курочки. Вон они там, не знаю, вам видно, нет, но они там шевелятся, маленькие коричневые курочки, и вот справа еще есть. А, вот они, вот они под деревом, посмотрите, какие милашки пасутся, там вот у кого-то лавочка, горбуз лежит, тыква большая, какая-то терка, видимо, там трут эту тыкву для курочек. У меня бабушка так делала. Венечек вот стоит, чтобы сметать обувь перед тем, как зайти в дом. Ну, и вот вообще, как выглядит этот частный сектор. Это все вот в окружении, да, вот вокруг, там, смотрите, небоскребы 30-этажные. Тут эти небоскребы тоже, там 30-29 этажей в ЖК, и такой частный сектор. Я, конечно, улыбаюсь и показываю вам на курочек и дома, но это какой-то трэш. Это, я не знаю, люди так не могут жить, так не должно быть. Почему? Это не элитный ЖК. Я, конечно, сказала, что там, типа, дорогие машины, и показала вам на Hyundai Sonata. Это обычный ЖК, просто на фоне с такими домами и курами, и старыми домами. Это, конечно, выглядит, как просто какой-то безумный контраст. Это, знаете, я не была в Бразилии, но я видела какие-то передачи, фотографии, когда там какие-то фавелы, что-то вообще прям очень большие бедняки живут, а потом через забор с колючей проволокой элитные ЖК, где живут богачи. Вот очень, мне кажется, по контрастам напоминает как раз это место. Короче, не знаю, какие-то странные ощущения. Идем смотреть дальше. Итак, спускаемся в частный сектор. Тротуар закончился вот там, тут уже его нет. Вместо тротуара здесь, не знаю, это мелкая земля, такое, что-то как пыль, очень мелкая, и вот идет частный сектор вглубь. Вообще тут можно снимать какие-то, не знаю, атмосферные фотографии делать, потому что контрасты очень большие. Вот деревянный забор, все-таки заборы деревянные, очень странные, дома там тоже такие достаточно бедные. А вверху вот небоскребы. И вдали то же самое, если вот вы видите. Такой вот дом, обитый почему-то листами фанеры, может быть, это строительство, не знаю. И вдали тоже очень высокие 30-этажные небоскребы. А тут справа в этой же пыли стоят машины. Двое из них это машины «Уклон». Остальные подозрительно похожи тоже на «Уклон». Не знаю, может, это какая-то парковка такси. Я не знаю, может, у них здесь они кушают, отдыхают таксисты. Не знаю, выглядит странно, но идем дальше. Что-то грустно, блядь, тут. Тут такая дорога, есть асфальт, это прекрасно, есть даже лежачий полицейский. И, смотрите, есть детская площадка. Ага, вот там вдали вход. Так она выглядит немного, тут, конечно, все как-то заросло травой и мусором. Не знаю, тут играет кто-то или нет, но, наверное, играет. И вот даже есть дырка в заборе. Не знаю, там же вот дверь в конце, что нельзя там обойти, зачем тут дырка. Но она есть. На небе летают вертолеты. Дрова. Тут, похоже, люди топят очень многие дровами. Это видно и по печкам. Видно, мы видели вдали мальчика. Не вдали, проходили мимо, они стали его снимать. Он ломает и колет дрова, очевидно, для печки. Мальчик лет 12. И вот на фоне дома. Я не знаю, я не знаю даже, как это комментировать. Очень удручающе выглядит. Не то, чтобы я никогда не видела таких районов, ну, как бы, видела. Но отвыкла, что ли. И вообще все равно это печально, сколько бы ты этого не видел, это какая-то бедность. Но видно, что, возможно, некоторые дома здесь люди не живут. Это что-то типа дач. Но многие дома в них живут, в них топятся печи. Это видно. Тут много ходит людей. Они идут до метро, наверное. Видно, что здесь живут люди. А за бетонной стеной уже, смотрите, счастливая жизнь, текла, на которых нарисованы деревья, на которых нарисованы гуляющие люди. Ну, а что, их же можно только нарисовать, потому что если реально выглядывать, то вот на что вид открывается. Вопрос в другом. А те люди, которые живут там, наверху, у них же вид на весь этот трэш. Это типа как? Это типа ты покупаешь квартиру за 150 тысяч долларов с панорамными окнами. Там везде окна в пол. Застекленные балконы. Застекленные балконы. Сейчас покажу. И вид на частный сектор, причем убитый просто на какие-то руины. Шок. Пишите в комментариях, как вам. Что вообще думаете по этому поводу? Я правда не знаю, как комментировать. Это какая-то жесть. В одном из предыдущих видео я сказала, что... Это было видео из города Кшаширицы. Я сказала, что если в городе есть пруд и есть уточки, то это прям несомненный бонус. Это очень клево. Но в Киеве очень много... Тут Днепр, большая река. Очень много тоже прудов, озер. И вот какие-то есть тут озера. Тут тоже есть уточки. Но я вам сейчас покажу сблизи, что здесь вокруг. И озеро не спасает это место. Все просто загажено. Все очень странно выглядит. Сейчас покажу. Значит, вот получается озеро. Сзади нас такое же. Здесь состриженные деревья. Мусор. Очень много мусора. Его никто не убирает. Но люди зачем-то сорят. Всякими бутылками, бумажками и прочим. Ну, слабого нет каких-то шприцов. Так, надо как-то спуститься. Но здесь... Я постараюсь держаться и не упасть. Так, спускаемся к берегу. Ставьте лайк. Смотрите, на что я иду ради вас. Рискую жизнью, камерой и всем. И здесь вот плавают уточки в пруду. Рыбалят, возможно, люди. Все загажено. Просто мусор везде. Тут невозможно находиться. Очень неприятно. Водичка достаточно прозрачная. И вот они птички. Птичкам, по-моему, все равно, где жить. А я в очень странных чувствах нахожусь. Смотрите, что вдали. Не знаю, что это. Там вот какая-то ржавая лодка. Какие-то дома плавучие. Не знаю, что это. Может, это какие-то дачи. Что это может быть? Пишите ваше предположение. Тут вот какая-то... Я не знаю, судоверь. Может, тут песок когда-то добывали. Что-то какая-то ржавая машина. Такие потрепанные кувшинки жизнью. И, короче, прикол в том, что это могло бы быть классное озеро. Рядом вот такие дорогие ЖК с этой стороны. Тут вот тоже через дорогу тоже озеро. Так, мне сейчас надо взобраться. Ага, получилось. Главное, под машину еще не попасть. Тут вот с этой стороны тоже большое озеро. Большие такие ЖК. И это мог бы быть классный пляж. Это могло бы быть классное место. Но... Но нет. Все в сраче. Полном. В кустах. И... Жесть. Просто... Просто жесть. Но тут гуляют люди. И с коляской мы видели людей. И просто прогуливаются. И люди нормальной внешности. Не только какие-то маргиналы. Или патология, как это говорят по-польски. Жаль, что у них нет классного водоема рядышком. С берегом, крутым и парком. Важное уточнение. Мы не выбирали какой-то трэш-район. Специально идти в него. Конечно, киевляне могут сказать некоторые, что О, левый берег это просто жопа. Ну, как я и говорила в начале видео. Но нет, это не так до этой станции. От этой станции до центра города три станции метро. Что это, если не просто город Киев? Он же огромный. Мы не поехали куда-то на окраину. И вообще, друзья, знаете, вы подписаны на блогера. Вы, наверное, не в курсе. Я всегда очень позитивная и веселая. Но я очень эмоциональный человек, можно так сказать. Короче, я приезжаю в разные места, в разные города. Я постоянно плачу. И не потому, что все там плохо или хорошо, а от какого-то восторга, от эмоций, которые меня переполняют. И вот когда мы были в Гданске, когда я гуляла по музею Второй мировой войны, я плакала и от истории, и от того, как круто, что что-то сделано очень хорошо. Так вот я приехала в Киев, и у меня переполняют эмоции, у меня наворачиваются слезы от того, как так вообще может быть? Я просто не понимаю. Не понимаю, как тут люди живут. Не понимаю, как они могут быть довольны жизнью. Не понимаю киевлян, которые голосуют за мэра Киева. Не понимаю очень многих вещей. Короче, я не понимаю. Так много вопросов и так мало ответов. Кстати, летают вертолеты. Уже где-то третий пролетает. Интересно, что это. Может быть, это тоже, как в Кракове, например, санавиация. Или, может быть, это туристические вертолеты. Может быть, просто богатые люди летают над Киевом. Ну, непонятно. Интересно было бы узнать. Знаете, очень многое еще зависит от людей. Вот, например, территория перед домом. Дом, вы видите... Боже, опять летит вертолет. Да сколько их здесь? Вот он полетел. Улетай уже, ничего не слышно. Так вот. Вот нормальный дом. И территория вокруг, в принципе, выглядит чисто. Ну, может быть, здесь не хватает газона или каких-то красивых цветов особенных. Но здесь чисто убрано, нет мусора. Вот какие-то цветочки на балконе у людей тоже. Там красные цветочки, елочки на территории. И вот эта территория перед двором нормальная. Но вот у многих людей, кто победнее, ну, просто трэш. Ну, посмотрите, какие-то цементные. Непонятно что. Мусор. Вот трава растет. Сухая годами. Никто это не убирает. Наверное, все-таки многое зависит еще от людей, насколько они заботятся о той территории, которая вокруг них, о той земле и о красоте. Кому-то важно, чтобы у них было чисто и убрано. А кому-то нормально и с бетонными столбами под забором. Ну, подумаешь. Кроме озер, у этого частного сектора и тех жеков вдалеке, которые уже спрятаны за деревьями, есть еще один офигенный бонус. Это Днепр и выход к реке. Но, не знаю, наверное, киевляне не очень дорожат своими выходами к реке, потому что то, в каком это состоянии находится. Вот смотрите, какие-то цементные, старые, непонятно что, сваленные просто на берег. Не знаю, как это произошло. Что это? Это что, порезанное сало? Ой, ребят, я не знаю, что тут делает сало, но это лежит оно. Какие-то жженые костры, что-то цифра номер 16, не знаю, что это значит. А что там дальше? Я, на самом деле, даже боюсь как-то особенно наступать. Боюсь, чтобы это не были какие-то какашки или стекло. А, ну там вот просто обрыв и тоже какая-то труба. В общем, непонятно что. Это же могло бы быть такое классное место. Это же могло бы быть элитное, дорогое жилье с выходами к озерам, с выходами к реке. Это же так круто жить в таком месте. У Киева такое преимущество есть. И вид вон, родина-мать вдалеке. Киева-Печерская лавра, мосты, высокие дома. Это же так красиво. И все в таком состоянии. Ну это так странно. Странно, что все так. Могло бы быть классным местом, реально дорогим элитным жильем. Ну пусть не элитным, пусть не супердорогим, но в смысле комфортным. С классными парками, с классными озерами, с классным видом выхода на реку, берегами и всем. И странно, что это все в таком состоянии. А еще, кстати, бросилось в глаза, что у всех людей высокие заборы. Они часто деревянные, ну или просто из такого металлических каких-то высоких зеленых пластин. И это отличительная черта Украины, это бросается в глаза. Но, вы знаете, я понимаю этих людей. Я понимаю, почему у них такие заборы. Потому что я тут походила и немного стремновато. Не важно, там ты очень богатый или нет. Но хочется как-то огородиться, чтобы никто к тебе не заглядывал. Потому что личности достаточно маргинальные тут ходят. И чтобы твои дети, собаки или ты сам отдыхал за закрытой территорией, не видя всего вот этого вот ужаса, который вокруг происходит. Всех этих камней, сала, костров и прочего. Я понимаю этих людей с высокими заборами. Я бы тоже себе такое сделала. Поставила бы камеру. Установила бы охранную сигнализацию. И тоже бы так жила. Потому что выхода другого нет. Пишите в комментариях, как вам район Киева вокруг станции Славутич. Что думаете по этому поводу? Удивлены или нет? Или может быть вы, не знаю, не удивлены, привыкли к такому. Это только у меня какой-то шок здесь. Это была первая часть видео из Киева. В следующем видео мы поедем в другой район, уже на правом берегу. И я надеюсь, там все будет намного позитивнее и лучше. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вы моя лучшая поддержка и опора, и мотивация снимать больше и дальше. И пока!